один выдающийся ученый наших лет как-то сказал цитирую если мы когда-нибудь создадим полную теорию о происхождении вселенной то тогда все мы философы ученые и специалисты сможем ответить на вопросы о происхождении вселенной и человечества это станет окончательным триумфом человеческого разума видим этот человек думал тогда себе о триумфе его разума но чтобы быть услышаны так показалось мне люди давно стремятся ответить на эти вопросы на вопросы происхождения этого мира и цели его существования однако можно ли получить ответы на эти вопросы так как пытаются сделать это ученые я так не думаю тысячи лет назад были даны ответы на эти вопросы в первом стихе библии мы читаем в начале сотворил бог небо и землю к сожалению к великому сожалению многие люди не хотят признать это для того чтобы убедиться в том что бог является творцом вселенной нужны не человеческие знания и теории а вера вера в бога и доверие его слову библии верую познаем что веки устроены словом божиим так что из невидимого произошло видимое говорит послание еврея какова цель творения задаю вопрос а вот цель такова все им и для него создана другими словами бог создал все и для себя эти слова из библии дают ответ на наши вопросы если люди которых бог создал для себя отворачивается от него то это и есть грех грех и то есть не не попасть в цель другими словами то есть идти в обратную сторону признание этого факта является первым шагом на пути к богу и нужно сегодня каждому сделать шаг и примириться с богом через принятие спасителя нашего иисуса христа и тогда мы все обретем покой будьте благословен мир вашему дом аминь